друзья всем доброе утро мы сегодня провели ночь в каппадокии еще одну и к сожалению сегодня опять тоже не было шаров уже второй день мы так ждали но к сожалению меняется погода собирается дождик и нелетная погода в это время для шаров мы приехали место вот вроде как она называется каппадокия не знаю на самом деле так это или нет но вот это вот крепость они ее там со всех сторон укрепляют чтобы она не разрушилась чтобы она не сломалась подпирают и вроде как эта крепость называется каппадокия и здесь тоже целый мир вообще подземный я вам напоминаю здесь в этом ну вообще в этой долине около 200 подземных городов и некоторые из них минимум там два-три уровня некоторые там да до 8 до 10 уровней доходят еще и ученые говорят что это типа только на 10-15 процентов исследовано во первых во вторых эти города подземные они между собой еще и подземными туннелями плюс ко всему соединяются вот поэтому я думаю что мы будем отправляться в следующий город мы сюда еще обязательно вернемся посмотреть на балуны посмотреть диринкую подземный город ну и может быть еще что-нибудь интересное сейчас пока едем другой город это место называется лаванта панорама вот любят они вот эти вот украшать всякие разные рамки фото рамки делать друзья по некоторым сведениям здесь три вот такие вот скалы три замка возвышенности вторая там находится и еще там по моему вон там если я не ошибаюсь там но и и и А сейчас Еще там есть баня, и комната сейчас там есть, я покажу вас остальные места Сейчас поднимаем А сейчас вы за что едете? А можно туда свалить? У нас коллег, пошли Кирилл, не лазить Уезжаем просто посмотреть там еще в комнате Что, прорезу? Прорезу Кирилл, шаган Кирилл, шаган Кирилл, шаган Звучит на� 안 Кирилл, шаган ой монстр привидение уважаемый гость я выдел на самым последним это же там к кордору пойдет и там есть наверху там есть на секретное место комната части там шахты еще этажей на 5 вниз так что мы прошли три этажа хотите сказать вот у Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы только что приехали в новый город Он называется Аксарай И очередной отельчик Вроде как 5 звезд отель Здесь даже, по-моему, есть бассейн И спа есть Ну, весьма, весьма такое оснащение здесь Хорошее И все в коврах Попросил по высший этаж Да, вот он, как раз-таки, вид на город Аксарай Вот, город находится Там, внизу, в долине Это все большая, гигантская парковка здесь Замечательно, что все почти отели Вот мы едем, вроде как, лето И почти все отели, многие отели пустые Я не знаю, с чем это связано Либо с тем, что они цену подняли Либо еще что-то Но этот отель стоит всего лишь 50 евро на двоих На одного еще меньше И я думаю, в принципе, это адекватная цена Для 5 звезд с завтраком, тем более На побережье такие отели сейчас Где-то в районе 100 евро Не меньше 100 евро стоят Еще, наверное, примерно где-то в 15 километрах Ну, в общем, 10-20 минут езды от этого отеля Мы заезжали Когда ехали со стороны Каппадокии Там есть город, тоже подземный И там, во-первых, два города И он находится рядом с этим отелем И, короче говоря, если будете где-то здесь мимо проезжать То можете посетить как раз вот эти два подземных города Там вход стоит, по-моему, 50 лир в каждый из городов Ну и вроде как там интересно Получается, вот эти два города Они одни из 200 городов, которые здесь вообще есть И если вы фанат подземных городов Или если вам это нравится То вы можете спуститься и, в общем, поисучать Честно говоря, мне не очень нравятся Вот эти всякие разные гробницы Там подземные города Всякие разные катакомбы Мне больше нравится вот берег Что-то такое пространство перед собой Видите, да еще что-то А где-то там лазить по подвалам По катакомбам Это, ну, не совсем мое Но имеет место быть И то есть рядом здесь Их очень много Они недалеко друг от друга находятся В общем, здесь есть вот это Деринкую Это один из самых крутых подземных городов Я туда обязательно приеду еще позже И покажу вам, поснимаю А вот эти вот мелкие города Которые поменьше Они не такого большого размера И они не так глубоко уходят под землю Они вот здесь разбросаны То есть в радиусе, наверное, я не знаю 100 километров Или может быть еще больше В районе вот Каппадокии Они, то есть Везде здесь раскиданы И, соответственно, вы можете приехать И поизучать их Если вам прям совсем интересно Их здесь очень много Друзья, отель, конечно же Очень у них такой прям Помпезный Вот так он называется Не первой свежести Единственный минус Это то, что он Не первой свежести Вот Здесь про Каппадокию Всякая разная информация Нужно отметить, что здесь Оказывается очень крутой бассейн И прям можно загорать Во-первых Прям Прям под солнцем Главное, он полностью весь остекленный Ну, видимо, он как-то подогревается Но Здесь можно загорать Получается и зимой, и летом Круто Очень круто Только надо шапочки Обязательно С собой приносить Либо здесь За 20 лир можно купить Весь город Застроен Такой типовой застройкой Типичные стены Типовые И крыши Все дома тоже Очередной наш День в Турции Уже скоро будет месяц Как я нахожусь в путешествии Это 7200 километров И сегодня мы останавливались В компот классненьком отельчике Это прям здесь жемчужина такая Я бы даже сказал Он находится на холме Здесь есть бассейн Спа Правда, спа не работала Хамам тоже не работал Только Только бассейн работал Но все равно Я вам всем рекомендую этот отель Потому что это Такое для транзита Если вы здесь где-то окажетесь Будете ехать там с Анкары Куда-нибудь В Коню Или еще там куда-нибудь То этот отель В принципе Заслуживает вашего внимания Здесь есть Зарядка для электромобилей Платная парковка Охраняемая По-моему еще подземная Есть парковка Футбольное поле Если захотите поиграть Ну, в общем Цена соответствует Качеству Вот Вот такая вот здесь зарядка Но я думаю Европейские разъемы Европейские Можно зарядить Да, вроде как можно Ну и у вас должен быть аккаунт В этом Конечно же Я думаю, кто на электромобилях ездит Они знают Вот так вот Называется Гранд Алтунаш Алтун Алтунташ Алтунташ И здесь есть много достопримечательностей В 20 километрах Находится Два подземных города Как минимум И туда дальше Там есть Еще Каппадокия С этими бесконечными Подземными городами Еще вот Какой-то вот Это Баба Тоже достопримечательность Ну и вот Собственно Этот отель Мне понравился В принципе Сколько-то он стоит Там 50 или 60 евро Я думаю Это нормально На двоих На одного Еще меньше будет Он На высоте 1100 метров Находится А вот этот Аксарай Город Он там Внизу 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 Эта дорога Ведет на Ангару На коне Ди-300 Трасс Здесь есть Еще озеро Вулканического Происхождения Кратер Вулкана И периодически Оно наполняется Водой И возможно Нам посчастливится Понаблюдать За этим Как раз Зрелищем Ну В общем Так или иначе Мы сейчас едем туда И я думаю Скорее всего Мы будем дальше Продолжим путь Уже по По бережью Аланьи Анталия Вот эти все Известные нам Места Ну и там Очень красиво Конечно Ну вот этот Город Аксарай Аксарай Это белый Дворец По моему Переводится Если я не ошибаюсь Действительно Он такой Обрядный И Типовая Здесь застройка Белые такие Светлые стены Коричневые Крыши И все дома Практически Одинаковые Город Собственно Тоже Находится На высоте Тысячи метров Вот Обычно На таких Вот заправках Есть всегда Мойка Самообслуживания Но Вы не можете Туда закидывать Монетки Вернее Закидывать Вы конечно Можете Вот Российскими Номерами Машина Три семерки Это по моему Москва Регион В общем Вам нужно Подойти Кассиру И сказать Что вам нужен Жетон Биржетон Икея Жетон Жетон Торт Жетон Три Четыре Жетона Достаточно Помыть Машину То есть Вы можете Сказать Уж Жетон Вам дадут Три Жетона И Вы Заплатите Три 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 Помой Машину Машину Нев Шехир Это Город И Вокруг Него Достопримечательности Ну По сути Как бы Они Все Однотипные Но В любом Случае Вам Понадобится Времени Много Чтобы Их Все Изучить Подземные Города Крепости Замки Ну И Вообще Все Такое Наверное Вот Примерно От Мерсена До Каппадокии Там Расстояние Около Наверное 200-300 Километров Если не Больше И Просто Вот Поля Вот Такие Степи Ну И Ничего Особенного Нет Поэтому Мы Сейчас Едем В этот Кратер Посмотрим И Дальше Там Уже Видно Будет По Времени Мы Туда Приедем 2.35 Возможно Поедем Либо В сторону Мерсена Либо Ну Еще Куда-то Дальше Туда В сторону Как Навигация Построит Маршрут Туда Если Приедем Там В принципе И Достопримечательности На каждом Шагу Очень Много И Античных Всяких Разных Вещей Очень Много И Сама По себе Дорога По Поедешь И Вот Эта Ти 400 Она Прям Сама По Себе Дорога Просто Дорога Она Как Одна Достопримечательность Она Очень Красивая И По ней Прям Можно Ехать И За Каждым Поворотом Прям Удивляться Но Она Действительно Очень Красивая Такие Такие Ландшафты Друзья Очень Сильно Напоминает Казахстан Тоже Такая Сухая Трава Каменистая Почва Глинистая Такая Показывает Мне Скорость Я Вроде Как Еду Здесь Наверное 90 Только Можно Ехать А Кстати Расход Топлива У меня Здесь Не Снизился Такой Как Алмате И Как Мы С Вами Ехали Вот Чемкент Тоже 6.8 Ничего Не Изменилось Поэтому Качество Топлива Наверное Оно Такое Же Вот Адана 240 Есть Город Нигде Здесь Есть Город Бэтмен Город Нигде Есть Потом Еще Какие Тоже Забавные Такие Названия Менился А вот Это Везут Здания Модульные Здания Они Созданы Из Таких Модулей Это Либо Строительная Какая-то Заказала Компания Либо Еще Что-то То есть Их Можно Соединять Несколько Зданий Одно Большую Площадь Делать Вулкан Он Извергался Несколько Миллионов Лет Было Первое Извержение И По-моему Когда Там Тысячи Или Две Тысячи Лет Тысячи Лет Несколько Миллионов Лет И Несколько Тысяч Лет Назад Было Извержение И Вокруг Него Образовалось Озеро То есть Это Озеро Вот Собственно С этого Озера Которое Вода Стекает То есть Оно Там И Получается Это Озеро Таким Образом А еще Плюс Ко всему Ну Вот Оно Так Выглядит Плюс Ко всему Здесь Еще Через Дорогу Есть Озеро Но К нему Лучше Заехать Вот Прям Беретесь Сюда Но Здесь Реально Нет Никаких Достопримечательностей Просто Степь Даже Колючки Не растут Колючки Конечно Растут Но Собственно Больше Здесь Ничего Нет Ни Одного Дерева И Еще Пишут Что В Кони Тоже Ничего Каких Достопримечательностей Поэтому В Турции Лучше Всего Как Показывает Практика Показать Попутешествовать По Попережью Что Самое Интересное Что Туда Даже Дорога Ведет Вот Это Озеро Осталось Там За Спиной А Вот Это Я Вижу Что Это Все Вулканического Происхождения То Пепел Пепел Вулканический Такая Здесь Это Черная Пыль Черный Песок Такой Это Все Вулканический Пепел Почва То есть Вулканического Происхождения Туда Вулканического Как вы будете Спасаться И вот Это Все Вулканический Песок Вулканическая Пыль То есть Этот Вулкан Там Тоже Вулкан По всей Видимости Место Интересное Но Только Если Вы Мимо Проезжаете Только Сюда Так Вот Вообще Оно Выглядело Это Озеро И 71 Код 58 Год Но Это Наверное Слишком Давно Было Такая Еще Информация Есть Ну Короче Говоря Сейчас Там Сухо Прямо Лавандовые Поля А Вот Здесь Чуть Ниже От Кратера От Озера Пересошего Где Мы Были Здесь Есть Такая Площадка Большая Тоже С водоемом И В принципе Здесь Даже Можно Заночевать Хорошие Подъезды Съезды Все Как Положено Есть Многие Люди Приезжают Сюда Просто Посмотреть А Кто То Я Думаю Даже Здесь Ночует Но Озеро Маленькое Очень Маленькое Озеро И Там А Вот Это Очень Сильно Похоже На Лаванду Запаха Лаванды Нет Но Очень Сильно Похоже На Лаванду Может Это Какое Другое Растение И Она Растет Тайше Может Она Просто Не Поспела Еще Прям Возле Вот Возле Этого Озера Единственный Минус Что Лэп Здесь Проходит А Так Вообще Очень Круто Здесь Ну Так Как Не Было Вот Уже Более Такие Современные Я имею Ввиду Средние Века Здесь Жителей Не Было То То Возможно Когда-то Там Может 5-10 Тысяч Лет Назад Здесь Был Другой Ландшафт И Поэтому Каппадокия Она Была Заселена А Сейчас Здесь Мало Людей И Ну Вот Это Прошлое Может Тысячи Две Тысячи Лет Назад Здесь Не Особо Было Сильно Заселено Как Берегу И Там Намного Интереснее Там И Машин С туристическими Номерами Больше Встречается И Вообще Там Намного Интереснее Мы Просто Едем Как-то Здесь Шаримся То Туда То Сюда Без Плана Мы Сейчас Едем Со Стороны Иргели В Сторону Карамана И Это Небольшие Такие Городочки И У меня Такое Ощение Что Здесь Кроме Нас Даже Никто Не ездит Периодически Вот Встречаются Самосвалы С карьеров Здесь Добывают Видимо Щебень Или Камень Какой Или Еще Что Здесь Все Обычные Простые Машины Легковые Это Вообще Большая Редкость Причем Трасса Хорошая Дорога Вот Туда Шелезная Дорога Уходит На Запад И Здесь Параллельно Проходит Вот Такая Вот Трасса Это По-моему Ну Как-то На Ди Она Называется Если Дорога На Ди Начинается То Она Будет Вот Такая Четырехполосная Широкая И Между Ними Будет Разделение Обязательно Но Вообще Ничего Интересного Я Вот Смотрел Она Между Холмами Уходит Дорога Дальше И Вообще Там Просто Ничего Нет Пустошь Ну Реально Здесь Просто Степи Казахстанские Вот Когда Мы На горячие Источники Едем В Ченшу Купаться Вот Точно Такие Же Там Ландшафты И Вот Буквально Буквально Через 50 Километров Это Все Закончится И Вы Вообще Не Узнаете Я Буду Вам Снимать Показывать Вы Вообще Вообще Просто Как Небо И Земля Но Нужно Отметить Друзья Что Дорога Просто Идеальная Как Стекло Вот Как будто Какой-то Реально Платный Автобан Ни Руль Не Ведет Ничего Вообще Такого Нет Не Пьет Ничего Просто Идеальная Ровная Дорога Температура За бортом Всего Лишь 20 Градусов 20 21 Градусов Там Сейчас Был Знак Опять Треугольный На Земле Стоял А Вот Это Машина Со Включенными Фарами На Обочине Это Вот Как раз Таки Машина Там У нее Стоит Радар Фотоаппарат И Он Фотографирует Они Обычно Вот в таких Вот Да 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 Она Такая Тонированная С гражданскими Номерами И Просто Там Радарчик И все И еще После таких Машин Может быть Там Дальше Стоять Полицейский В форме Уже Все И полицейская Машина С маячками И она Может Останавливать Либо Отсюда Просто Сразу В центр Данных Переходит Информация И все Штраф Вот так У них Выглядят Собственно Поезда Железнодорожный Вокзал Караман Вроде бы Маленький Такой Город Небольшой Но Он Такой Милый Вон Ребеночек Играется Привет 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 А Вон А Они Они Вот так Играют Здесь Две Машины И они Вот так Играют Даже Здесь В этом Городе Есть Крепость Но Они Она Уже Современная Выглядит Очень Потому Что Я думаю Ее Отреставрировали Вот Скорее Всего Вот Вот Она Раньше Выглядела Частично А Потом Они Ее Отреставрировали И Она Вот Такая Гладенькая Стала Ну Город Конечно Абсолютно Не Туристически Ни Одного Туристического Слова И Ни Одной Вывески Туристической И Конечно Как Всегда Никто Не Разговаривает По-английски Зато Вот На Дровишках Они Здесь Готовят Кушать Очень Вкусно Обычно В таких Провинциальных Городах Старых Они Стараются Соблюдать Традиции И Готовят На Углях Или На Огне Очень Вкусная Еда Получается Даже Чай Вот Я как-то делал У нее Совсем Другой Другой Вкус Чай Кофе На Углях На Огне Очень Вкусно Тоже Как Только Мы Поменяли Движение Вот Мы Сейчас Едем На Ели Ели Вся Вся Хотя Почва В принципе Примерно Такая Же Но Все Равно Много Зелени Вот Докуда Хватает Зора Везде Какая-то Зелень Деревья Растут Поля Лука Где-то Вот Рядом Сиде Если Вы Поедете Не только Сиде Сантали Салани Где-то Вы Поедете В горы Вот Такая Будет Там Природа Ну Если Конечно Пожар Не Сжег Если Не Было Пожаров То Обязательно Вот Такую Природу Вы Там Увидите Друзья Здесь Такая Невероятная Красота Мы Поднялись Почти На 1700 Метров И Сейчас Вниз Туда На Ущелье Там Витриные Генераторы И По всей Видимости Здесь Может Быть Еще Где-то Дамба Есть Потому Что Вода Куда-то Должна Собираться И Как Там Устроен Тоже Красивый Ну Подъем Был Очень Крутой Потому Что Грузовидители Как Ехали И Здесь Показывают Что Два Километра Видимо Спуск Сейчас Будет Я думаю Мы Сейчас Два Километра Будем Спускаться И Они Еще Параллельно Ну Они Не Ремонтируют Не Активно Ремонтируют Эту Дорогу Они Строят Туннели Строят Сколько Процентов Не Написано Но Нормальность Здесь Процентов Потому Что У меня Батарейка Уже Почти Полностью Зарядилась Я Только Спускаться Начал Вот И В таких Вот Случа Конечно Мне Не Не Хватает Емкости Завораживающие Виды Вот Там Вот Прямо Есть Город Я Не Знаю Возможно Это Даже Морок Мерсен Начинается Но Он Такой Малюсенький Там Здания Гигантские Непоскребы Они Очень Маленькие Сейчас Еще Закат Это Все Дело Подсвечивает И Такие Яркие Краски Такая Зелень Насыщенная Вот Эти Знаки Тоже Все Такое Красивое Я Прям На Каждом Шагу Хочу Остановиться Сделать Вам Фотографию В Инстаграм Вот В такие Места Надо Всегда Ехать Рассчитывать Когда Вот Солнце Сзади То Если Вы Едете На Юг Желательно Ехать Туда Вечером А Если Вы Едете На Оборот Куда Туда На Север В Центральную Часть Лучше Ехать Утром И Вот Мы Сколько Будем Ехать На Запад Очень Много Будем Ехать На Запад А Желательно Это Все Делать Утром Друзья Какие Пещерные Поселения Палатками Все Закутано Ну В общем Дорога Здесь Вот Такая Вот Подъем Жесткий Дорога Ну Есть Чуть Латаная Перелатаная Ну Нормально Пойдет Как раз Мы На Закат Сюда Приехали Здесь Вот Припарковаться Можно И Как раз Пару Фотографий Сделать Да Вон Туда Обрыв Здесь Ток Еще Мы Где-то Заночуем Походу Тело В таком Месте Да Мы Приехали Короче Говоря Здесь На Высоте 1200 Метров В горах Есть Вот Такой Вот Невероятный Монастырь Такая Большая Площадка И Если Встать Как-то Вот Так Я думаю Если Боком Поставить Машину То Здесь Можно Будет Даже Пикник Устроить Потому Что Здесь Никого Нет Кроме Нас Таких Любителей Истории Не Найдешь И Ровная Площадка Большая Вон Там Дорога Проходит Там Где-то Внизу Далеко Далеко 1200 Метров Ниже Море И Никого Здесь Нет Все Закрыто Музей Через Полчаса Да Ровно Через Полчаса Солнце Просто Сядет И Все Мы Сейчас Посмотрим Если Места Нигде Лучше Нет Я думаю Здесь Можно Походить Найти Дрова И Сделать Пикник Вот С Таким Вот Видом Из Окна Сделать Остановку Друзья По Мне Так Вот Эти Вот Места Вот Такие Вот Не Туристические Они намного Никого нет Вообще Ни души И Точно так же Можно Вот это Вот Все Увидеть Резку Как они Это Все Резали Вырезали Из камня Аккуратненько Аккуратненько Сколько Угодно Здесь Всяких Разных Артефактов И Достопримечательностей И Никого Нет Только Мы Здесь Вдвоем И все Ни одного Человека Ни души И вот Здесь Тоже Можно Заметить Как Они Это Все Резали Вырезали Есть Такое Мнение Что В то время У них Был какой-то Специальный Инструмент О котором Мы не знаем С помощью Которого Они вот так Вот вырезали Это как будто Быть Ножом Но это Камень На самом деле И те люди Которые Сейчас что-то Делают Вырезают Из камня Они говорят Что Ну типа Это нереально Либо очень Много Времени Заняло Чтобы Это так Сделать Вот С таким Вот Видом А еще Плюс ко всему На высоте 1200 метров Причем Здесь рядом Вообще Ничего Нет Ни в одну Сторон Ни туда Ни сюда Ни налево Ни на право И вот Бесплатный Вход в музей Вот координаты Собственно Этого места И Если нас Отсюда Не выгонят Если нам Здесь дадут Поспать С таким Вот видом Просто Роскошно Очаровательно И С чистейшим Воздухом Рядом С древним Монастырем Я просто Буду счастлив Никого Кроме нас Нет Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok